Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался добровольно уходить с поста главы государства после того, как лишился должности руководителя правящей партии Африканский национальный союз Зимбабве, Патриотический фронт. Вечером в воскресенье в прямом эфире национального телеканала он заявил, что останется у власти еще в течение нескольких недель и будет председательствовать на съезде правящей партии в декабре. Напомню, накануне прошло заседание ЦК партии, на котором было решено отстранить Мугабе от должности руководителя и исключить его и его жену из состава политической организации. Если Мугабе добровольно не покинет президентский пост до 12.00 понедельника по местному времени, то будет запущен процесс импичмента. Но в своем обращении Мугабе не отреагировал на это требование. Он заявил, что провел в своей резиденции переговоры с военными и обсудил насущные проблемы страны. Я, как президент и главнокомандующий армии Зимбабве, имею представление обо всем разнообразии проблем, которые беспокоят жителей нашей великой страны. Я понимаю, что эти вопросы были годны из-за глубокой любви в стране и ради благополучия народа. Сегодняшняя встреча с командованием подчеркнула необходимость коллективно начать процессы, которые вернут к государству в нормальное состояние. Напомню, 93-летний Роберт Мугабе находится на посту президента Зимбабве уже 37 лет. 15 ноября военные взяли власть в стране в свои руки, а Мугабе отправили под домашний арест. Несколько его ключевых политических союзников задержаны. Кризис был спровоцированным тем, что две недели назад Роберт Мугабе уволил своего заместителя по руководству партии Эмерсона Манангагу. Этого человека военные рассматривали в качестве преемника и своего кандидата на выборах 2018 года. На воскресном заседании политик был избран новым главой правящей партии.